Максим Рязанов Что ты победишь, представишь наш Алтайский край на всероссийском этапе, ну и как готовился? Здравствуйте, спасибо. Да, на самом деле готовился, вот к краевому уже этапу готовился, на самом деле, прям так плодотворно. То есть на город меня пригласили, я отнекивался, честно скажу, говорил не хочу, вот я как-то волнуюсь всегда на конкурсах. Я не хочу, и тем более педагогических, потому что все-таки я по образованию, по первому своему программист, вот, и педагог это уже вот со временем так получилось, поэтому волновался. Но когда попробовал себя на городском этапе, выиграл, я вошел в кураж и дальше сразу себе планочку поставил, что дальше будет Россия. Вот, поэтому, естественно, нужно было выиграть на краевом, сделал для этого все, что мог. Я подготовил хорошие видео, хорошо готовился, то есть и к самим этапам, которые у нас проходили уже там непосредственно, которым как бы сложно подготовиться. Ну вот там, например, педагогическая ситуация, что вот меня больше всего волновало, читал ночами, читал книжки про педагогические ситуации, готовился. Ну вот прямо было такое желание, то есть появился вот этот кураж. Там же была практическая часть, вот открытый урок, ты с детьми занимался, что это были за дети какие-то подготовленные, ты, я как знаю, с ними разрабатывал проект какой-то. Расскажи о нем. Да, то есть дети были не подготовлены, это условие конкурса такое, дети должны прийти обязательно, которые никогда не занимались этим видом деятельности. Вот, а направление у меня техническое, более того, оно такое интересное в том смысле, что это стык направлений, то есть это соцгум и техническое, вот что-то между, потому что это журналистика. Вот, и в этом плане было сложнее, потому что нужно не только сделать с ними какой-то технический продукт, мы делали фото 360 градусов интерактивное, вот, но мало сделать продукт, то есть необходимо было им еще объяснить, что такое журналистика вообще, и более того, мультимедийная журналистика, а на занятия полчаса дается, то есть, поэтому в этом была сложность, то есть дети шестиклассники, то есть до шестиклассников донести что-то журналистика, мультимедийная, потом интерактив, и потом уже сделать с ними вот проект, да, продукт такой вот готовый, ну, там прошло все хорошо, то есть ребята, ну, такие любознательные достаточно оказались, активные, вот, поэтому занятие прошло весело, задорно, все получилось. То есть что сделали с фотографией? Мы сначала тренировались, то есть сделали такие фотографии, ребята задавали тему, там, условно, там, зоопарк, вот, они изображали животных, а кто-то один из ребят делал вот такую круговую фотографию, типа в зоопарке, вот, а в финале у нас там такая была, ну, такая плюс-минус реальная фотка рассказать там про кабинет. Ну, вот как ты сказал, у тебя техническая номинация, ну, это вот на стыке с гуманитарными науками, насколько вообще интересны детям такие вот стыковые дисциплины, и насколько сейчас это востребовано вот в современной педагогике? Ну, тут такая интересная история, потому что, с одной стороны, хорошо, когда профиль чистый, да, то есть, вот, например, есть там Кванториум, да, техническое место, то есть ребята пришли, занимаются программированием, ни на что не отвлекаются. С другой стороны, есть там, условно, журналистика, да, вот, как бы, газета сами, ну, вот, производство газеты, то есть там ребята занимаются журналистикой, а при этом, когда мы говорим о журналистике, мы должны понимать, что вызовы, новые вызовы времени, они в технологии уходят, то есть у нас СМИ все больше и больше в интернете, то есть, и поэтому, конечно, когда мы учим ребят, показываем кухню профессии, не рассказывать им о современных технологиях, ну, это неправильно, вот, отсюда все это пошло, что необходимо сделать технические направления, что необходимо мультимедийную журналистику активно вплетать в образовательный процесс, и, естественно, ребята, которые журналистикой интересуются, они, конечно, очень рады тому, что у них есть возможность попробовать себя в таких современных компетенциях. Как думаешь, это дало тебе какое-то преимущество, может, перед коллегами, вот, про то, что ты не в чисто в какой-то специальности? Ну, мне уже потом об этом сказали, что это на России будет очень хорошо, потому что, на самом деле, в технической номинации интересно, когда, ну, все привыкли, все привыкли к тому, что техническая номинация – это робототехника, там какие-нибудь квадрокоптеры, что-то вот такое, и тут вдруг появляется вот эта вот стыковая история, вот, правда, есть риск, есть риск, что членам жюри может быть не очень понятно, то есть люди тоже, они заточены под техническую, они могут не очень понять, почему в технической номинации, где вот привыкли к роботам, вдруг появляется журналистика, то есть соцгуманитарная история, то есть они могут это не понять, поэтому мы тут сейчас немножко думаем, как бы нам так сделать, чтобы все было понятно. Немножко отойдем от конкурсов. Ты работаешь в основном с подростками, да, то есть в газете сами, это в основном старшеклассники, это тот возраст, который часто называют трудным, да, это подростки, переходные, какой-то период у них начинается. Насколько сложно с ними работать, и как вот их заставить с ними общаться, я думаю, это вот родителям многим будет полезно, как с ними общаться, и главное, подтолкнуть их, получать знания. Ну, самое главное, заставлять не надо, никого, ничему. Ну, тут важно понимать, что вообще дополнительное образование, да, это вот то, чем мы занимаемся, оно отличается от основного, во-первых, тем, что оно не обязательно, во-вторых, атмосферой, которая существует в дополнительном образовании, как правило. Как правило, это такое несколько неформальное общение с ребятами, какая-то с ними близость, потому что нужно понимать, что ребята приходят в дополнительное образование часто не только, чтобы чему-то научиться, помимо основной школьной базы, но и еще потому, что они, может быть, чувствуют себя в школе одинокими. То есть у них может не быть друзей, у них могут быть интересы, которые не совпадают с их сверстниками в классе. Так часто бывает, и поэтому они, конечно, пытаются найти единомышленников в дополнительном образовании. То есть вот у нас как раз в нашем направлении это очень хорошо прослеживается. Но, как бы говоря о газете саммит, тут надо понимать, что нам несколько проще, потому что мы все-таки такое журналистика, то есть направление журналистика. Ребята приходят уже с осознанием каким-то, чем они хотят, во всяком случае, попробовать позаниматься. То есть они понимают, куда они идут, и они понимают, что от них будут просить, что с них будут спрашивать и что им нужно делать. Кроме того, это ребята начитанные очень, то есть, как правило, они много читают. Поэтому тут немножко так сложно. Хотя часто встречаются ребята, которые приходят к нам и говорят, нам вообще журналистика не нужна. Мы пришли сюда, потому что у вас круто и весело, и мы просто будем здесь тусоваться. В общем, родителям и педагогам нужно объяснить, что это и тусовка, это и весело. Просто сказать, что это интересно. Да, то есть в первую очередь родителям надо послушать ребенка своего, чего он хочет. И самое главное, не тыкать его туда-сюда, в это, в это, в это. А, во-первых, попробовать то, что хочет ребенок. И если ребенок вдруг говорит, нет, слушайте, я попробовал, понял, что это не мое, ни в коем случае его там не оставлять, пусть идет куда-то дальше. То есть детство прекрасный возраст, когда можно все попробовать и найти себя. Ну, потому что у нас часто так бывает, когда чем-то одним все детство прозанимался, а потом себя начинаем искать в 25 лет, а уже вот времени-то на это нет. Уже пора бы как-то строить какую-то жизнь, карьеру. Всю жизнь был технарем и решил стать журналистом. Да, да, да. Вот у меня так получилось. А у нас буквально минута остается, можешь вкратце рассказать, впереди всероссийский этап, какие твои планы на будущее? Ну, как уже сказал, хочу выиграть. Выиграть хочу всероссийский этап. И, по большому счету, дальше у меня есть цель. Я себе поставил цель, вот на следующий день после победы в краевом конкурсе я шел по улице и понял, что я хочу стать рок-звездой в образовании. Вот такая вот, мне просто мысль пришла в голову. Что это означает? Ну, очень часто встречается, вот педагоги на конкурсе много об этом говорили, что приходят молодые педагоги в образование, получают первую зарплату и такие типа, о-о, и уходят. Вот, уходят там на ноготочки, на реснички, потому что там меньше ответственности, меньше, как бы, какой-то такой работы и платят больше. Вот, и поэтому уходят, а мне бы, и они не понимают кайф, они не успевают понять кайф этой профессии. То есть они еще ничего не попробовали, им кажется, что так будет всегда. Вот, и мне хочется как-то донести до молодых педагогов, да, помочь им понять, в чем кайф этой профессии, помочь им развиться. Вот, есть мысли, как это можно делать. Вот, поэтому, но сначала надо стать рок-звездой, чтобы стать рок-звездой, надо сначала добиться высот. Ну, будем надеяться, что у тебя все получится. А я напомню, что в студии интервью дня был Максим Рязанов, педагог дополнительного образования и победитель конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям».